итак друзья готов взлету значит включаю моторчики и сразу поднимаю квадрокоптер в небо так сразу отмечу что его сносит сторону поэтому выполняю тримирование проверяем еще раз переборщил немножко с тримированием ну где-нибудь например вот так вполне нормально ветер сейчас есть поэтому время от времени во все равно будет сносить особо париться по этому поводу не будем проверяем максималочку вверх ох ты как хорошо максималка реально реально есть но сейчас вот когда он снижался мне не понравился один нюанс еще раз сейчас повторим процесс максималка уменьшаю газ и он заваливается нужно добавлять газу то есть если вы уменьшаете газ меньше какого-то уровня он начинает заваливаться на какой-то луч то есть не забывайте об этом нужно даже при спуске удерживать определенный уровень газа иначе квадрик будет реально заваливаться так проверяем флип так ну пока не пойму как флип делается он не хочет его делать правой по крайней мере тумблер с правой стороны флипами не занимается переключил я расходы на вторые на вторых расходах он тоже липать совсем не хочет значит похоже с флипами на скинули этот квадрик клипать у нас не собирается значит поскольку квадрик находится на вторых расходах сейчас попробуем полетать на максимал очку дам сейчас полный газ вперед ну хорошо ушел однако я сильно высоту набрал возвращаясь назад попробуем сейчас влево вправо полетать потому что от себя немножко неудобно ну скорость хорошая но я не скажу что она очень быстро возвращаясь в эту сторону на максималке если максимальный газ давать его просто вверх подкидывать поэтому я максимальный газ не всегда держу вот сейчас я иду максимально горизонтальной скоростью если я буду добавлять газу то получается что квадрик будет уходить вверх они двигаться вперед то есть наклоны у него не очень большие и немножко манара не хватает третьего режима по расходе к вам так значит по рудеру на вторых расходах вот такая скорость вращения не маленькая и немножко его из-за ветра сдвинуло на первых расходах он вообще грустно пару дорогу крутится поэтому на первых расходах я об чем не советую летать используем вторые расходы так что у нас здесь есть из настройщик есть у нас headless режим попробуем его так headless по моему работает я сейчас его активировал все я не парюсь вообще по поводу того где у него перед где зад я зажал вращение по рудеру квадрик крутится по рудеру но при этом управляется как будто бы он всегда находится к пилоту задней части аппаратура пищи то оповещает нас о том что headless работает очень классно работает эта функция молодцы реально сделали ее нормально вот таким вот образом можно управлять вообще не парить где у него за где перед и соответственно если кладби как нас улетает включаем headless режим и просто стик к себе подтягиваем и он будет возвращаться так возвращать квадрик и сейчас проверим где у него задняя часть потому что буду отключать headless все headless я отключил и теперь проверим как работает возврат домой значит симулируем ситуацию я отлетел на некоторое расстояние например и нажимаю на возврат домой квадрик летит сам все дальше я уже управление на себя вернул принципе функция работает проверим еще раз отличая где-нибудь по диагонали например вот сюда боком еще и вдобавок и активируя опять возврат домой все квадрик летит сам летит довольно таки быстро дальше управление я перехватываю принципе возврат домой тоже работает это плюс флипов друзья нет кинули нас флипами я разные кнопки клацал стики нажимал стики не нажимаются непонятно на самом деле почему флипов нету правая кнопка когда нажимаешь и на пика но почему-то флип все равно квадрокоптер не делает сейчас попробую сделать самостоятельный флип как я это умею делать но новичками это не советую на самом деле делать не знаю как вся квадрик сейчас поведет войне не получится на ра он не такой быстро не такой резки как x251 который был у меня на обзоре поэтому не получается его на флип вывести он вальяжный медленный квад для полетов с камерой и как-то отжечь на нем совсем не получается даже не могу вопрос то перевернуть выключая газ ну вот перевернул но трудно потом вернуть управление обратно значит мое мнение по кваду тяга у него реально есть я сомневался что там будет у него какая-то нормальная тяга но все-таки три банки дают о себе знать тяга есть и сюда вообще без каких-либо проблем можно поставить наверно какой-нибудь легенький подвес и экшн камеру дальше что я скажу в киви комплект сюда так и просится принципе за 115 долларов реально мало того что можно подвес камеры так скорее все еще и привешку сюда добавить потому что трехбаночный аккумулятор да еще человеческий трехбаночный аккумулятор на 2 2 ампера позволяет спокойно нам пользоваться всем этим чудом то есть можно в бюджетный такой вот переклад для съемок собрать и я все-таки думаю что этот квад сможет сим x8 заменить она честно говоря уже устарела отлетим сейчас на некоторое расстояние думаю что метров допустим 100 наверное я отлечу сильно далеко не буду да ну где-то так все мне же квадрик принципе пища видно но уже довольно таки плохо возвращаясь назад связь не пропала все в порядке расстоянием думаю порядка 100 метров было по дальности думаю можно рассчитывать где-то метров на 300 максимум поэтому сильно далеко я отлетать не советую антенка здесь коротенькая и скорее всего этот колпачок который на аппаратуре находится вообще фейковый поэтому дально здесь 300 метров наверно будет максимум другой стороны на 7 x 8 мы друзья умудрялись улетать на метров на 400 и потери связи не было квадрика уже не было видно глазами но связь не терялась полета в свое удовольствие на данном кваде покручу по рудеру его он конечно не такой резкий как x251 как ggrc x1 это его ближайшие аналоги по стоимости тоже на бесколлекторных моторах но если там у нас врезанные моторчики малюсенькие размером с мизинчик маленькие пропеллер а-ля с 250 квадрокоптера то здесь у нас стандартные восьмые пропы и стандартные диджаевские а-ля опять же диджаевские моторы и нормальный трехбаночный аккумулятор на 2,2 ампера полетное время нам обещают 7 минут я в это не верю скорее всего инструкцию они тоже скопировали с x8 симы но не может такой относительно легкий квадрик на трех банках летать 8 минут будем замерять я буду летать до посинения пока пищалка на 3 3 вольта выставлено не сработает и скорее всего сниму позже отдельный ролик в котором я или камеру повешу или даже камеру с каким-нибудь двухосевым подвесом волкировским например установлю на данный квадрик тяга тяга есть друзья я летаю уже порядка наверное минут ну 6 7 точно и дам сейчас полный газ проверим максималочку ну немножко меньше конечно тяга уже чем было вот как перевернулся да это нужно учитывать если вот вы дали максимальный газ летели вверх и начинаете спускаться нужно постоянно корректировать свой левый палец который находится на ручке газа чтобы квадрик не переворачивался это все дело привычки это принципе не проблема абсолютно но это так то есть если вы даете газ а потом выключаете газ то он так и норовит перевернуться я не буду сейчас этого допускать жалко мне этот квад но в принципе выглядит он довольно таки крепким опять же если они скопировали корпус sima x8 то sima x8 это вообще не убиваемый квадрокоптер и он однозначно стоит этих денег для новичка просто супер этот квад тоже мне нравится он нормально рулится принципе очень похож по управлению на x8 sima не очень он быстрый но особой скорости нам от него и не нужно у него другая задача летать по их пиви например или же летать с подвесом с обычным допустим антивибрационным или с двух трехосевым трехосевой конечно может и не потянет потому что моторчики слабенький у него скорее всего это мое мнение я пока еще не летал но опять же за 115 долларов откуда здесь будут хорошие качественные моторы но двухосевой волкеровский g2d или самый дешевый за 40 баксов я думаю он без проблем потянет значит квадрике этот ждал давно производитель нам обещал выход на рынок еще в начале лета но поступил он в продаже например в конце получается июня вот он у меня цена на бангуде 115 долларов без купона и думаю где-то 110 112 где-то да так с купончиком отличная цена на самом деле друзья аналогов у данного квадрокоптера нет я летаю уже порядка на минут 7 8 тяга есть есть веселье в управлении конкретных минусов все-таки я бы не сказал бы что их нет они есть он почему-то при файл севе не выключают моторы не понимаю зачем они это сделали все нормальные квады вообще все на рак воды выключают моторы при файл севе этот почему-то нет ну скорее всего действительно сделали так что при краше он выключат моторы самостоятельно когда почувствует что какие-то моторы заблокированы ну на самом деле я считаю что лучше бы они этого не делали нужно летать нужно тестировать вот вы видели еще раз он завалился только что на бок но это как производится вообще я даю газ а потом резко его убираю как это я привык делать на коллекторных моторах но на коллекторных моторах как-то я не знаю что ли по инерции пропеллер еще продолжает крутиться после этого дела а здесь он сразу норовит завалиться на бок сработала пищалка установлена на 3 3 вольта но квадрокоптер вообще даже не моргает хотя вот заморгал уже и квадрокоптер светодиодами посмотрим что он будет делать пищалка временно выключилась то есть напряжение на аккумуляторе поднялось но будем долетовать аккумулятор до конца будем честно тестировать насколько хватит реагирует он принципе на ручку газа довольно таки неплохо но могли бы они наверное немножко по-другому проработать кривую газа чтобы он не заваливался когда вы опускаете ручку газа ниже 50 процентов выглядит он очень круто вот такой вот у него внешний вид сейчас попробую поближе подлететь ветер сейчас у нас есть поэтому особо я боком нормально не могу его удерживать но реально у него дизайн дизайн довольно таки неплохой так пищалка успокоилась со светодиодами на кваде продолжает моргать интересно чтобы это значило так продолжаем летать даже тяга есть ё-моё минут 10 уже летают тяга все есть и есть удивительно я конечно подозреваю что пищалка могла просто вылететь из балансировочного разъема но будем надеяться что это не так значит летаем на нем летаем летаем отжигаем даю газу максимальный газ в обратку максимальной такими прыжками буду передвигаться чтобы аккумулятор быстрее расходовался ему тяжелее было но реально да конечно он очень жестко пытается завалиться на бок когда делаешь вот такие вот резкие рывки газом я не скажу что это плохо к этому всему просто привыкнуть нужно и нужно стараться летать плавненько управляя газом тогда все будет в порядке максимальный газ то есть еще тяга отлично ох как как он круто заваливается на бок ветром его скорее всего заваливает у нас сейчас есть реально боковой ветер слева направо он как раз на эту сторону всегда и заваливается так ну не знаю как еще по разряжать его аккумулятор где же с обещанной 7 минут полета мне конечно трудно определить сколько сейчас летаю потому что я не обнулил камеру но наверное уже в процессе обзора когда буду монтировать видео обязательно укажу сколько же получилось полетное время прикольный квад отличное решение для новичка что вам еще сказать ну мне нравится на самом деле я читал отзывы на заграничных форумах и как-то пользователи чем-то были недовольны я не знаю наверно может быть они были этим заваливанием недовольны но все это дело принципе поправимо то есть можно к этому привыкнуть возможно у меня обновленная версия на коробке написано обры апгрейдет вершин то есть какие-то обновления они внесли хотя квадрик еще фактически даже не продавался по рудеру конечно не очень быстро крутится опять же как для квада для съемок для фана нормально это у нас не гоночный квадрокоптер поэтому какой-то молниеносной реакции на орудер у него нет по пидам я бы сказал бы что пиды у него конечно не корректно настроены но этот квадрик со стабилизацией а последнее время привык летать в акро режиме даже визуально поэтому у меня другие немножко теперь приоритеты по настройке пидал он реагирует на рудер нормально на стики нормально на стики реагируют я сейчас попытаюсь раскачать пищалка сработала раскачиваем его влево вправо нормально вполне реагирует но на даже на вторых расходах я не скажу что он какой-то очень быстрый так значит тяги нету все друзья он уже садится сам выключил моторы и в общем-то на этом полет закончен так идем закладом я честно говоря не заметил кто отключил мотор это ли квадрокоптер их отключил самостоятельно то ли моторы отключил я значит пищалку надо каким-то образом теперь достать отключаю квадрокоптер первая банка ровно 3 вольта вторая банка 277 третья банка 323 значит какой друзья дело вывод из этой информации быстрее кстати питание отключаем как видите он начинает пикать продолжают точнее пикать это говорит о том что питание на квадрик продолжает подаваться поэтому сразу после посадки бежим и отключаем аккумулятор какой я делаю вывод из показаний вот это вот пищал очки которая принципе довольно таки на самом деле правильно показывает напряжение делаю вывод в такой что квадрик принципе разряжают батареечку ниже 3 вольт на банку это неправильно он не должен в любом случае ниже 3 вольт на банку разряжать конечно я ему сам принудительно не давал садиться я держал полный газ вверх но могли бы заставить принципе электронику совершать посадку при напряжении 3 3 вольта на банку чем это грозит а грозит это принципе тем что аккумулятор будет со временем деградировать поэтому что делать вообще пищал очку устанавливаем на напряжение три с половиной вольта у меня она была выставлена на 3 и 3 вольта в принципе когда пищалка срабатывать на 3 и 3 вольтах нужно мгновенно садиться вам совет установить пищалочку на три с половиной вольта и когда пищалка срабатывает это должно вам дать знать что у вас есть порядка 30-40 секунд чтобы совершить посадку вот такой квадрик я вам сегодня показал значит прикольный квадр мне реально нравится встанули сюда обязательно камеру думаю что он потянет и камеру и подвесы в пиве систему одновременно с этим не должно быть никаких проблем по поводу питания здесь у нас есть откуда взять 5 вольт но от 5 вольт у нас разве что можно запитать что ли камеру можно конечно сюда какой-нибудь симовской в пиве систему установить она однозначно сюда станет по крепежу крепеж здесь от симы остался плюс это нормальный человеческий аккумулятор 2 и 2 ампера три банки просто супер друзья за сто 15 долларов и я не ожидал честно говоря что нужно продавать квадрокоптер на бесколлекторных моторах на обычных моторах на обычных пропеллеров с большим батарейным отсеком сюда можно не то что 2 и 2 сюда наверно 4 ампера можно поместить конечно немножко торчать будут как это было на черсоне cx20 но батарейный отсек по моему точно такой же как на черсоне то есть 4 ампера сюда можно будет поместить без проблем что я собираюсь сделать обязательно перепаял разъемы на 60 60 потому что у меня куча разных батареек есть все они 60 60 желтенькими а эти разъемы они очень неудобно и неправильно значит квад могу советовать покупки обалденный квадрокоптер за текущую стоимость за 115 110 долларов покупаем для в пиве и покупаем для бюджетного видео а также для фана я считаю что этот квадрокоптер однозначно заменяет устаревшую симу x8 да и спокойно может конкурировать с такими кладами как джерси x1 а также x251 отличный клад ссылку на покупку я укажу в описании под видео ждите следующий ролик я постараюсь на него установить какой-нибудь камеру увидимся в новых роликах друзья до новых встреч у нас у нас у